«Я посадил его в конец, чтобы знал свое место. Ты никогда не увидишь подобных ему предателей рядом со мной». И действительно, как вы видите, Иудов находится в самом конце. Посмотрите, как он его обходительно с ним поступает. Посмотрите, то есть нести на себе своего боевого товарища, своего амира, командира, своего полководца, это было так низко, мы еще не падали, это было настолько унизительно. А приехавшему к какому-то пропагандисту Соловьеву открывать ему дверь, а мы для чеченского общества, мы прекрасно понимаем, у нас вообще нет такого, не положено. В том числе, ты жалуешься на судьбу чеченцев, а ведь ваш маленький народ в качестве заградотрядов гонят наших русских воньков, якобы великий русский народ, как баранов, вперед, еще и случаи изнасилования есть. Кстати говоря, где одна обезьяна кричала, обезьяны вместе сила. Вы не поверите, но Шаманов после нашего прошлого ролика про его дружбу с Иудовым в тайне от Кадырова написал нам письмо. Я его зачитаю. Значит, имейл. Приветствую Тумсо, буду краток. Прямо сразу чувствуется по-армейски. Видел твое видео, где ты рассказываешь, что якобы мы с Магомедом Иудовым, которого ты называешь, точнее Магомедом Даудовым, которого ты называешь Иудовым, дружим за спиной у Кадырова. Твое утверждение категорически неверно. Как ты мог предположить, что я, генерал-полковник вооруженных сил Российской Федерации, герой России, буду водить дружбу с предателем вроде Иудова? Ты что, думаешь, я не знаю сущность предательства? Да ни один из этих героев России, в кавычках, говорит Шаманов, не стоит и грязной портянки моего солдата, патриота России. Посмотри внимательнее на фото, которое ты демонстрировал, и обрати внимание, куда я посадил этого предателя. Вот здесь нужно, наверное, показать нам эту фотографию, посмотреть. Я посадил его в конец, чтобы знал свое место. Ты никогда не увидишь подобных ему предателей рядом со мной. И действительно, как вы видите, Иудов находится тут в самом конце. Шаманов не посадил его рядом с собой. Ты показываешь в своем ролике кадры, где Кадыров называет меня мерзавцем и проклинает. Что ж, я разберусь с этим потомственным предателем. Он ответит за эти свои слова и впредь будет фильтровать речь, говоря о своих государях. О себе, видимо, говорит Шаманов. Честь имею, генерал-полковник Шаманов. Кадыров, я искренне приношу тебе свои извинения. Я хотел стукануть тебе на Иудова, рассказав тебе, что он дружит с Шамановым у тебя за спиной. А получилось, что я стуканул Шаманову на тебя. Но я не хотел этого делать, поэтому я заранее хочу принести свои искренние извинения. Не нужно меня искать, не нужно задерживать моих родственников, находить меня, заставлять меня извиняться. Я и так добровольно извиняюсь. Я не хотел создавать тебе проблемы с Шамановым ни в коем случае. Я наоборот хотел, чтобы ты создал эти проблемы Иудову, чтобы ты знал, что этот человек у тебя за спиной вот такие вещи творит. Ну а получилось наоборот, теперь возможно у тебя будут какие-то неприятности с Шамановым. Как бы там ни было, если от меня что-то будет требоваться, чтобы помочь тебе в разрешении этой ситуации, я готов тебе помочь. Можешь тоже написать мне имейл, я могу зачитать его в эфире. Так, я хочу вам еще одну тему осветить. Где-то два года назад кадыровский министр печати информации по внешним связям Ахмед Дудаев прокомментировал видео. Тогда пропаганда ЧКТРКшная показала кадры архивные наших воинов. И один из воинов, значит, чеченец, нес у себя на плечах, нес, значит, своего амира, араба, Абу Аль-Валида. И они тогда показали эти кадры и все возмущались. Вот, мол, что происходит. Чеченец там, типа, носил на руках араба. Они проходили речку. И чтобы, значит, не намок Абу Аль-Валид, он его как бы переносил. И вот тогда было очень много возмущений по этому поводу. И вот этот вот Ахмед Дудаев написал даже вот такой комментарий к этой публикации. Никогда не падали так низко. Написал тогда Ахмед Дудаев. Я уже комментировал еще тогда, два года назад, эту тему. Я тогда показал Ахмеду Дудаеву, как кадыров носит на руках Михаила Галустяна. Ну, они на это ответили, что, мол, да, это тут, типа, шутки, а это совсем другое, мол, не подходит. И что вы думаете? Проходит два года. Начинается специальная военная операция в Украине. И в Чечню приезжает кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Разумеется, его встречает именно вот эта кадыровская братья в лице министра печати информации и руководителей местных телевидений. И вот, когда они уже его провожают, тут Ахмед Дудаев, обратите внимание, открывает дверь Владимиру Соловьеву. Посмотрите, как он, как он его обходительно с ним поступает. Вот, смотрите, то есть нести на себе своего боевого товарища, своего амира, командира, своего полководца, переносить его через реку, это было так низко, мы еще не падали, это было настолько унизительно. А приехавшему к какому-то пропагандисту Соловьеву открывать ему дверь, а мы для чеченского общества, мы прекрасно понимаем, у нас вообще нет такого, не положено открывать кому-то дверь. Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, не разрешал, будучи президентом суверенной Чечении, не разрешал никому из своих охранников открывать себе дверь. Считал это недостойным поведением. Для него это было недопустимо, чтобы чеченец открывал ему, чеченцу, даже будучи чеченцем, он считал недопустимо, что чеченец будет ему открывать дверь, закрывать за ним дверь. Хотя это президент, по положению, даже если бы ему открывали или закрывали, в этом не было бы ничего такого, да? Но менталитет для Дудаева был превыше всего этого. А здесь пропагандист Соловьев и ему Ахмед Дудаев, недавно упрекавший, что, мол, чеченец несет араба, считавший, что это прямо падение ниже некуда, открывает Соловьеву дверь. Видите, как бывает, как это все к ним возвращается, все их слова потом оборачиваются против них же самих. Что бы они ни говорили, они... Кстати говоря, вот это тоже для вас очень хорошее такое, вот сейчас запомните то, что я вам скажу. Все, что вы говорите, имейте в виду, вот вы сейчас что-то скажете, это обязательно обернется против вас через год, через два, через три. И поэтому хорошенько думайте, прежде чем что-то сказать. Всегда об этом помните. Когда вы включаете, особенно камеры, зайдитесь, что-то там, обращение какое-то делаете, подумайте о том, блин, Тумсо говорил, что мы сейчас что-то скажем, и потом это обернется против нас. Как бы так сказать, чтобы это завтра не обернулось против нас? Думайте об этом. Хотя я уверен, что это все равно обернется против вас. Саляму алейкум, Тумсо, недавно заходил на твой эфир на чеченском языке и заметил странное сходство с Кадыровым. Вы также говорите Дон, что это такое? Прям странное такое, да, сходство. На самом деле это нормально, мы обычно используем это слово-паразит для связки слов, когда говорим на чеченском обычно. Но Кадыров использует его, говоря на русском. Я, как видишь, не использую, я только на чеченском его использую. А так это не Кадыровская какая-то фишка, это в нашем народе так принято, многие из нас именно так разговариваются. Привычка такая. Тумсо, ты жалуешься на судьбу чеченцев, а ведь ваш маленький народ в качестве заградотрядов гонят наших русских воньков, якобы великий русский народ, как баранов. Вперед, еще и случай изнасилования есть. Кстати говоря, походу начинается такая необъявленная, но уже как бы официальная мобилизация. Я видел указ главы Чеченской республики Кадырова о призыве, по-моему, с октября или ноября они его хотят начать. Значит, года рождения с 95 по 2004 год, их, значит, всех будут насильно призывать в армию. Разумеется, отправлять в Украину. И на фоне очень серьезного поражения, которое сейчас российская армия понесла на Харьковском направлении, Это, в принципе, объяснимо. Сейчас уже многие, практически все, наверное, российские военные эксперты, военные журналисты, все-все-все говорят о том, что необходима мобилизация. Необходимо, там кто-то говорит, в три раза увеличить численность, в пять раз увеличить численность. То есть сейчас очевидно, что начинается какая-то жесть. И, по всей видимости, будет, прям реально будет сейчас массовая принудительная отправка в Украину. И, ну, нужно уже сейчас, как бы, быть к этому готовым. И сейчас предпринять все необходимые меры, чтобы не попасть туда. Для проживающих в Чечне и за ее пределами сейчас это очень важно. Обратите на это внимание. Возьмитесь решать эту проблему не тогда, когда уже подтечет, а когда пока еще можно предпринять какие-то меры, если, конечно, еще можно. Ну, в общем, сделайте все возможное, чтобы на фронт не попасть. Ну, а что касается стебного вопроса, ну, к счастью, это не наш народ. Это те какие-то отдельные лица из числа нашего народа, такие отчепенцы, которые бывают у всех. Но мы, вау-лау-лау, не несем, как народу не несем за это никакой ответственности. Так как все-таки очень хорошо, что мы оказались в этой ситуации, не будучи каком-то, да, у нас Господь миров от подобного, но не будучи в свободной ситуации. То есть было бы действительно очень плохо, если бы мы в роли Беларуси, например, что-то подобное произошло, было бы сложнее гораздо, конечно, объясняться. А тут, когда вся наша страна находится в оккупации у России, и те, кто сегодня управляют этой нашей республикой, нашей территорией, являются ставленниками Кремля, и они, когда участвуют в этой войне, нам гораздо проще объяснить разницу между, допустим, Беларусью, между положением Беларуси и положением Чечни, сегодняшней Чечни оккупированной. Я ничего не хочу сказать плохого в целом про Беларусь, но я имею в виду все-таки положение разное, да, там где понятно, что здесь диктатор, но все-таки диктатор в своей стране, а у нас нет, у нас как раз таки именно ставленник Кремля, непосредственный назначенец, поэтому нам как бы проще объяснять, да, почему подобное происходит. Немецкий солдат смотрел фильм про обезьян, где одна обезьяна кричала «Обезьяны вместе сила!» И почему-то я вспомнил, как кричат Ахмад Сила, я не пойму, да, Арвин право касался раз обезьяны, эволюционировали в Капырус? Ну, сколько приблизительно чеченцев за рубежом, которые хотят вернуться в свободную Ичкерию? Ну, я тебе число назвать не могу, но это абсолютное большинство чеченцев и за рубежом, и на нашей родине мы все хотим собственной государственности, хотим жить в своей независимой стране. Я думаю, здесь не нужно даже приводить какой-то социологии, литры крови, пролитой нами за эту независимость, самый ясный референдум, который свидетельствует о том, что люди этого хотят. Бывший Гурон, если раньше кадыровцы оправдывали свое предательство спасением народа, то сейчас события в Украине, они смотрятся вообще жалко. Впрочем, как и всегда.